Итак, я всех снова приветствую, меня зовут Дима, и сегодня я бы хотел зайти в первый официальный демон под названием Clubstep и добавить сюда абсолютно все триггеры. Для тех, кто не знает, триггеры полностью отвечают за визуал. Да, мы видим какие-то шипы, видим какие-то блоки, но смена цвета, перемещение, какие-то еще эффекты, это все триггеры. И да, Clubstep это не такой уровень, там где можно на них посмотреть, давайте зайдем, например, в последний уровень D, чтобы я вам просто показал, что такое триггеры и что они делают, потому что, ну это просто что-то неадекватное. Вот эти все перемещения камеры, вот эти все эффекты, в общем-то, это все, что мы сегодня будем добавлять в Clubstep. Для того, чтобы это сделать, надо, естественно, выйти из Dash, находим какую-нибудь копию Clubstep, сохраняем ее себе, и сейчас нам надо будет добавить абсолютно все триггеры, которые тут имеются. И чтобы вы понимали, их тут ровно 126, я без понятия смогли ли люди изучить все эти триггеры, потому что в последней версии их добавили, ну, очень много. Поэтому давайте сейчас посмотрим, возможно, мы тут увидим что-нибудь интересное, нам надо будет поставить абсолютно все эти триггеры и посмотреть, что же будет. Давайте для начала посчитаем, сколько блоков длится этот уровень. Естественно, я заранее это уже сделал, уровень длится 880 блоков. Теперь мы заходим в калькулятор, вводим здесь 880 блоков и делим на 126 триггеров. И получается, каждые 6 блоков нам надо ставить 1 триггер. Каждые 6 блоков надо ставить 1 триггер, чтобы вы понимали, вот первый блок и вот 6. И вот тут так вот надо просто на протяжении всего уровня. Короче, ладно, давайте сейчас посмотрим. Естественно, стартовую позицию мы уже поставили. Далее мы ставим Color, не знаю, Color поставим какой-нибудь красный. Далее ставим Move. А, подождите, надо еще кое-что сделать. Чтобы воспользоваться Move триггером, надо все добавить, например, в первую группу. И теперь мы можем поставить Move, выбрать, естественно, тоже первую группу и, допустим, переместить все блоки на 10 вверх. Я думаю, вы поняли то, что единичка, это, собственно говоря, весь уровень. Так, и теперь у нас будет пульсация. Ну, давайте пропульсируем, я не знаю, красным вот где-то на 7 секунд. Так, у нас уже, видите, как все поменялось. Интересно, интересно, это мы только начали. Хорошо, теперь вот это вот ставим и делаем, например, 50 прозрачность. Хорошо, ну давайте побольше сделаем, потому что я так играть вообще не смогу. Далее Toggle 1. Это, получается, весь уровень выключится. Ладно, я тогда поставлю Toggle и сразу Activate. Вот, вот так вот. Получается, будет не 126 триггеров, а целых 127. Хорошо, спаун мы ставим тоже 1. Не знаю, что это делает. Видимо, что-нибудь нам заспаунит. Далее Rotate. Так, первая группа, первая группа. Я не знаю, 360 пару раз мы сделаем. Проблема в том, что некоторые триггеры работают при досмотре, а некоторые нет. Поэтому давайте попробуем сейчас хотя бы одну попытку сыграть и посмотрим, что же у нас получилось. Что это такое вообще ло? Слушайте, мне определенно это нравится. Я не знаю, что у нас получится в итоге, но это просто какой-то бред. Хорошо, теперь мы, например, вот так вот это все увеличим. Далее ставим Follow. Тут можно тоже сделать такие единички. Shake. Это у нас тряска камеры. Естественно, делаем на максимум просто все. А у нас, кстати, все стало зеленым. Ну, хотя бы так. Цвета, конечно, максимально странные. Хотя я буквально пару триггеров поставил. Какая-то стрелочка вверх, в которой столько всяких разных настройок. А зачем мне столько всего тут надо? Ладно, первую группу мы ставим. Видимо, она что-то с ней сделает. В общем, в каждом триггере главное ставить первую группу. Потому что первая группа это наш уровень. Опять же, я думаю, все вы это уже поняли. Так, хорошо. Тут мы вот так вот все случайно делаем. Далее Area Fade. Тут тоже у нас все ставим на максимум. Настраиваем Player 1, чтобы относительно нашего игрока группа 1 двигалась. Ну, то есть, группа 1 это уровень. Давайте теперь посмотрим, как это все работает. Естественно, никак. Ну, ладно, я думаю, что мы сейчас с этим справимся. Главное, немножко поаккуратнее все это делать. Боже мой, я не понимаю, почему уровень так растянулся? Алло. Пока что это выглядит максимально неадекватно. Но, тем не менее, у нас получается... Что это было только что? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что произошло вообще с уровнем? Ладно, пока что получается проходить. Но тут уже невозможно. Короче, ребята, я не знаю. Я постарался подправить все тут моменты, чтобы это было хотя бы проходимо. И я думаю, вы теперь понимаете, насколько вот эти все Ария Мувы вообще, в принципе, триггеры влияют на всю эту игру. Это просто жесть. Поставили, в принципе, все тут триггеры. Далее БГ. Так, получается, можно бэкграунд на какой-нибудь поменять. Давайте вот этот поставим. Он, в принципе, подходит. У нас меняется бэкграунд. Далее меняется граунд на какой-нибудь тоже такой интересный. Давайте вот этот и лайн-3. Пока что я точно не знаю, на что это влияет. МГ тоже какой-нибудь поставим интересненький. Инстант каунт тоже ставим. Ребята, короче, я не знаю. Тут столько триггеров. Я только третью страницу закончил выставлять. На самом деле, я не знаю, как я все это буду проходить, потому что уровни просто намного сложнее становятся. Скорее всего, это будет просто какой-то трэш, но тем не менее, я хотя бы попробую. Ой, я нашел калькулятор, ребята. Я, походу, мог даже не выходить из игры, а мог тут посчитать 880 минус 126. Ну ладно, короче, продолжаем дальше. Зум! Ой, у нас начались триггеры камеры, это ж вообще сейчас жесть будет. Ладно, давайте зум сделаем. Ну, немножко отдалим камеру, потому что, если мы ее приблизим, то, понятное дело, пройти это вообще будет нереально. Хорошо, мы ее удаляем. Далее, offset можно сдвинуть, ну, немножко вот сюда. И немножко вот сюда, посмотрим, как все это будет выглядеть. GP off, естественно, тоже ставим. Я, кстати, пропустил, по-моему, static. Static мы тоже сделаем на единичку. Я, правда, не знаю, что из этого вообще получится, но давайте попробуем. Ставим стартовую позицию и пробуем в это поиграть. Так, ну, камера, конечно, просто шикарная. Я не знаю, как я это сейчас буду проходить. Так, offset, давай теперь сделаем как-нибудь вот так, чтобы не так сильно это сдвигалось, чтобы я хотя бы мог увидеть свою иконку. Ну, вот так вот, в принципе, удобно. Ну, просто шикарнейшая камера, шикарнейший уровень, ребята. Пока что мне очень нравится, как все получается, естественно, нет. Я не знаю, как вообще из этого может получиться какой-то адекватный уровень, но мне главное хотя бы просто пройти это в итоге до конца. Я не знаю, что там будет, ребята, как это все получится, но это жесть. Дальше, реверс, меня, видимо, сейчас тут еще разворачивать будет, поэтому надо теперь еще вот так вот сделать, чтобы меня сразу же, если что, развернуло обратно. Так, далее, сонг, давайте поменяем музыку на какой-нибудь. Не, слушайте, давайте я не буду музыку менять, потому что клапстепы так вроде бы с авторскими правами, мне надо будет что-то с ним придумывать. А тут еще и такая тема, поэтому извините, вот это единственное, чем мне придется не ставить. SFX мы, естественно, сделаем. Какой-нибудь интересный мы звук добавим. Давайте я даже не буду слушать, вот просто что-нибудь вот это мы тыкнем и волюме сделаем на 2. Посмотрим, что у нас там громко крикнет. Edit SFX, тут тоже можно что-нибудь там повыше, погромче. И event, так, event, это получается у нас отслеживание каких-то действий. Ball switch, dash stop, я не знаю, что тут можно отслеживать, что тут можно выбрать, это слишком сложно, поэтому time warp мы делаем. Слушайте, а как можно, давайте немножко ускорим, вот совсем немножко. Где-нибудь 1.15, ну я думаю, будет нормально, я пока что даже не буду пробовать, как это все работает. Так, setup MG, это получается какой-то offset, bg speed мы тоже делаем на максимуме. Или можно на минимум, ладно, пускай будет максимум, короче, MG speed тоже делаем на максимум. Далее вот этот нолик мы делаем. Что это за нолик вообще? И это, конечно, прикольно, поэтому ставим бикини ботом. Далее, link visible. Я не знаю, ребята, для кого все эти триггеры, что тут вообще происходит, коллежен какие-то, не коллежен. Короче, давайте я сейчас по-быстрому все эти триггеры потыкал, потом, когда мы дойдем до каких-нибудь эффектов, до чего-нибудь жесткого, мы, естественно, продолжим. О, кстати, триггер концовки, ну мы его, наверное, под самые коня составим, player control. О, я могу stop jump, stop slide, stop rotate. Stop rotate можно сделать, почему бы и нет? То есть я, получается, просто не буду крутиться, давайте попробуем, как это работает, мне даже интересно стало. Алло, меня развернуло. А, не, rotate какой был, такой остался. У меня почему-то еще, короче, редактор багается, и в редакторе посмотрите, что со мной происходит. Хотя в нормале все нормально, то есть это чисто редакторская тема, я не знаю, что это за бред. Так, вот это уже интересно, слушайте, какой-то такой у нас градиент, давайте поставим какое-нибудь вот такое наложение. Слушайте, выглядит красиво. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе! Что у нас за уровень получается? До этого мне казалось, что все просто ужасно, а тут посмотрите, ой-ой-ой, какие эффекты. Так, шоклайн еще добавляем, далее клич, хроматик, хроматик тоже нам нужен. Я не знаю, ребята, просто что здесь происходит, пикселэйт. Так, пикселэйт у нас сам по себе не включится, поэтому мы его тоже настраиваем. Ой-ой-ой-ой-ой, ну это немножко сильный пикселэйт, поэтому давайте, ну где-то хотя бы вот так вот. Я, правда, не знаю, как я это вообще буду проходить, поэтому давайте немножко попроще. Нормально. Далее лендс цирклс, радио блюр, далее моушен блюр, потом балдж, грей скейл. Ох, я не знаю, ребята, как я вообще буду это в итоге проходить, но я думаю, вы сами понимаете, что либо сейчас, либо никогда. То есть такое видео больше записывать не буду, поэтому мы просто крутим все на всю, все пытаемся включить, все вот это вот ставим. И, кстати, триггеров осталось не так уж и много. Короче, ребята, если я это пройду, то просто ставьте лайк, я не знаю. Я, видимо, вставлю только победную попытку, все свои мучения показывать не буду, потому что я думаю, на них будет неприятно смотреть, когда вот так вот все выглядит. Но я вам могу сказать то, что, в принципе, мы все сделали. Enter move, enter rotate, это, в принципе, то же самое, что и арея. И, грубо говоря, это все. Где-то здесь, в принципе, можно поставить end trigger и, собственно говоря, начинать прохождение. Так, главное, все стартовые позиции удалить. И, собственно, все, ребята. Мы сделали clapstep абсолютно со всеми триггерами. Вот так вот он примерно выглядит. И, собственно, давайте я сразу же вставлю победную попытку. Субтитры сделал DimaTorzok Оооо, я не знаю, ребята. Что это только что было? Понятное дело, уровень не самый красивый, но я это сделал со второй попытки. Боже мой, что я только что прошел? Да, конечно, можно было попариться, можно было посидеть несколько дней, каждый этот триггер красиво настроить, чтобы это было хотя бы нормально и приятно смотрелось. Но я думаю, вы сами понимаете то, что у меня была цель как раз-таки сделать вот такой вот уровень. Короче, ребята, будет много лайков, я его выложу, вы все в него поиграете. Но вам я хочу сказать спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. Если вам все понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокол, пишите свое мнение в комментариях. Ну а с вами был Дима и всем пока!